Салимец из Дерме Курмите Курермидер. Добрый день, уважаемые зрители! Вас приветствует Центральная городская библиотека имени Николая Островского. Предлагаем вашему вниманию видеообзор «Откровенно о судьбах человеческих», посвященный 110-летию со дня рождения Анатолия Рыбакова. Анатолий Наумович Рыбаков – советский и российский писатель, лауреат Сталинской премии, классик подростковой литературы и один из самых знаменитых писателей эпохи Перестройки. Родился 1 января 1911 года в Черниговской губернии еврейской семье. При рождении получил фамилию отца – Аронов. Отец – Наум Борисович Аронов, инженер-техник, служил управляющим на винокуренном заводе местного помещика. В советское время он продолжал работать на винокуренном производстве, писал монографии и учебные пособия по пивоварению. Мать – Дина Абрамовна Рыбакова. Как вспоминала позднее вдова писателя Татьяна Винокурова, муж и воевал как Аронов, и судимость сняли с него как с Аронова. Но свое первое произведение – «Повесть Кортик» – он подписал псевдонимом, который ему послужила фамилия матери – Рыбаков. Анатолий Рыбаков окончил московскую опытно-показательную школу имени Лепешинского, где получил качественную техническую подготовку. В этом учебном заведении, построенном как коммуна, весь образовательный процесс был построен вокруг изучения текстильной фабрики, а все предметы были объединены в трудовые комплексы и изучались на материале конкретных производственных процессов. Проработав после школы два года сначала грузчиком, а потом шофером, Анатолий Рыбаков поступил на автодорожное отделение Транспортно-экономического института Наркомата путей и сообщения. Позднее этот институт стал частью Московского института инженеров транспорта. Но через три года его исключают сначала из Комсомола, а потом и из института. Причиной стало его участие в политической дискуссии, в которой, как следует из материалов уголовного дела, он выступал как бы примиренческий по отношению к троцкистской оппозиции. Добившись восстановления, Анатолий Рыбаков вскоре вновь подвергается репрессиям. В ноябре 1933 года его арестовывают и постановлением особого совещания коллегии ОГПУ приговаривают к трем годам ссылки без права проживания в городах с паспортным режимом. Поэтому после окончания ссылки будущий писатель два года кочевал по стране, а затем три года с 1938 по 1941 жил в Рязани. В ноябре 1941 года главный инженер Рязанского областного управления автотранспорта Анатолий Аронов был призван в Красную армию, в которой прослужил потом до 1946 года. Окончил войну в звании гвардии инженер-майора и в должности начальника автослужбы 4-го гвардейского стрелкового Бранденбургского краснознаменного корпуса. В рядах этого корпуса Анатолий Рыбаков прошел практически всю войну. Он стал его бойцом во время формирования корпуса в январе 1942 года. Вместе с ним участвовал в обороне Ленинграда и вместе с ним был переброшен под Сталинград, а потом дошел со своим корпусом до Берлина. За это время был удостоен медали за боевые заслуги, двух орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени, а также медали за оборону Ленинграда и за взятие Берлина. Но самое главное, за боевые заслуги он был признан не имеющим судимости, что существенно облегчило его послевоенную жизнь. Полностью реабилитирован писатель был только в 1960 году. После демобилизации летом 1946 года Анатолий возвращается в Москву. В это же время принимает решение круто изменить свою жизнь, переквалифицироваться из инженеров-управленцев в писатели, начав писать приключенческие повести для юношества. Он садится за свое первое литературное произведение – повесть «Кортик». В апреле 1947 года лично относят ее в издательство «Дет Гис», а в сентябре 1948 года «Кортик» выходит в свет. Первый роман, написанный Рыбаковым, был посвящен людям, хорошо ему знакомым – водителям. Это произведение принесло Анатолию Наумовичу первую серьезную награду – Сталинскую премию второй степени, что открыло писателю путь в большую литературу. Роман Екатерина Воронина имел большой успех. В 1964 году выходит роман «Лето в сосняках» о строительстве первых пятилеток. В 1975 году вышло продолжение повестей «Кортик и бронзовая птица» – повесть «Выстрел». Юношеству были адресованы и следующие повести – «Приключения Кроша» с продолжениями каникулы Кроша и «Неизвестный солдат». Этот цикл хорошо знаком уже нескольким поколениям детей, любителей веселых и опасных приключений. Главным героем является Сергей Крошининников. Благодаря сокращению своей фамилии он получил прозвище Крош, так его называют друзья и близкие. Любознательный и честный Крош увлекается расследованием загадочных происшествий. В повести «Приключения Кроша» он пытается раскрыть кражу обыкновенных деталей от грузовика. В повести «Каникулы Кроша» он сталкивается с тайной исчезновением коллекции старинных японских миниатюрных скульптур и восстанавливает честное имя оболганного коллекционера. А повесть «Неизвестный солдат» рассказывает об уже повзрослевшем Кроше, который, работая на строительстве новой дороги, обнаруживает могилу неизвестного солдата и задается целью установить его имя. Роман «Тяжелый песок» о жизни евреев на Украине в начале 20 века изначально был напечатан в журнале «Октябрь» в 1978 году, а затем вышел отдельной книгой. В основе сюжета романа – «Любовь Якова и Рахили Ивановских» и «История их семьи», которая продолжается более трех десятков лет. Вместе с семьей Ивановских читатель проходит обе мировые войны, революцию в России, множественные семейные изменения, любовь, рождение наследников, а финалом становится смерть. Роман повествует о трагедии Холокоста и мужестве сопротивления. Из-за непривычности тематики роман в свое время отказались печатать и «Новый мир» и «Дружба народов». Но после того, как роман пробился в советскую печать, он сразу принес Рыбакову огромную популярность. Выход романа для советского читателя стал литературной сенсацией, так как впервые в русской литературе после 1930-х годов появился роман, посвященный почти исключительно еврейской жизни. Роман был переведен на идиш и опубликован в журнале «Советиш Геймланд». Роман «Дети Арбата» был одним из первых произведений о судьбе молодого поколения 1930-х годов. Роман воссоздает судьбы этого поколения, стремясь раскрыть механизм тоталитарной власти, понять феномен Сталина и сталинизма и рассказывает о потерях и трагедии людей кровью и страданиями, оплативших ошибки Сталина. Анатолий Рыбаков начал работу над романом еще в конце 1950-х годов. Полностью роман был закончен в 1982 году, но опубликовать его удалось лишь в 1987 году. В центре романа находятся судьбы молодых людей, обитателей одного из домов на Арбате между Никольским и Денежным переулками, Саши Панкратова из интеллигентной семьи, сына Портнова Юры Шарока, сестер Нины и Вари Ивановых, дочери советского дипломата Лены Будягиной, Вики и Вадима Моросевичей, детей известного врача. 1933-1936 годы. Тоталитарный режим входит в силу. Саша Панкратов на заседании партийного бюро встает на защиту заместителя директора транспортного института, обвиненного в антипартийном поведении и срыве строительства общежития. Сам став мишенью и, будучи исключен из института и комсомола, Саша вскоре был восстановлен, но это его уже не спасло. Он был обвинен в антисоветских настроениях, арестован, осужден по 58-й статье и сослан в Сибирь. В Москве у него остаются мать, друзья и знакомая девушка, Варя Иванова, с которыми он переписывается в течение всей ссылки и влюбляется в Варю во время переписки. В 1990 году вышло продолжение. Роман «Страх», освещающий события с 1936 по 1939 годы. После убийства Кирова в стране начинается большая чистка. Следствие поставлено на конвейер, люди арестовываются, ссылаются в лагеря и приговариваются к расстрелу тысячами. Саша возвращается в Москву в самый разгар террора, но не может остаться в Москве и уезжает сначала в Калинин, а потом в Уфу. Он считает, что Варя предала его, безрассудно выйдя замуж за бильярдиста, ресторанного Кутилу и Шулера Костю, но затем выдавшая его, и потому разрывает с ней все отношения. Юра Шарок теперь работает в НКВД и сам причастен к арестам, допросам и пыткам. У Лены Будягиной арестовывают, судят и расстреливают отца, а впоследствии и мать. И теперь она с ребенком дочь не партийного функционера, а врага народа и сама репрессирована. Нина Иванова избегает неминуемого ареста тем, что уезжает к жениху на Дальний Восток. Вадим Моросевич вынужден стать осведомителем НКВД и по его доносам арестовывают близких ему людей. Страх делает людей палачами. Никто никому не верит. Все боятся друг друга. Саша по-прежнему скитается по стране. Варя, напрасно прождав его долгие годы для спасения от молоха репрессии, выходит замуж за надежного, но нелюбимого человека, с которым у нее нет счастья. Заключительная часть трилогии «Прах и пепел» выходит в 1994 году. В создании образа персонажа Саши Панкратова были использованы элементы биографии автора. Сам Рыбаков признавался, «Все мои книги – это рассказ о поколении, которому я принадлежу, о детях революции, переживших крушение идеалов в конце 20-х годов. Эти молодые ребята превратились в лагерную пыль в 30-х или погибли в 40-х на фронтах Отечественной войны. Мое поколение истреблено. Безумянные могилы моих сверстников разбросаны от Ковымы до Берлина. С ними ушли в небытие их надежды и стремления. В памяти потомков сохранились только их соблуждения». Анатолий Рыбаков после распада СССР эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, где умер 23 декабря 1998 года. За полгода до этого он перенес операцию на сердце. Похоронен 6 января 1999 года в Москве на Новокунцевском кладбище. Книги Анатолия Рыбакова были изданы в 52 странах общим тиражом более 20 миллионов экземпляров. Почти все его произведения экранизированы. А мы приглашаем вас ознакомиться с его произведениями и взять их для чтения в нашей библиотеке. Спасибо за внимание. Книги Анатолия Рыбакова Книги Анатолия Рыбакова Книги Анатолия Рыбакова